следующий путь к радости называется и на может вы слышали что такое даже еврейское имя и на и на это песни это веселая песня с одной стороны когда мы говорим веселая песня и на у нас есть ощущение какого-то подъема какого-то радости кота восторга с другой стороны если кто-то из вас когда-либо играл на музыкальном инструменте то мы все прекрасно знаю что для того чтобы сыграть какую-то песню для того чтобы она звучала хорошо нам нужно точно попадать в ноты любая игра на музыкальном инструменте требует очень большой дисциплины нам нужно четко набирать да четко сыграть каждую ноту так как она должна звучать поэтому музыка и восторг от музыки и красота музыки очень связаны с аспектом дисциплины на самом деле и на вот это качество этот путь к ступень радости она очень связана с судом с качеством дин действительно человек испытывает какую-то определенную такую глубокую радость когда справедливость торжествует если когда-нибудь у вас было такое что вас кто-то очень сильно обидел в детстве но потом учитель родитель оставили все точки над и и сказали что да вы наказали вашего обидчика или поругали вашего обидчика и пожалели вас внутри возникает некое чувство справедливости все хорошо все на своих местах вот и на это радость от того что в мире спирит и есть справедливость и все на своих местах поэтому это то что мы испытываем когда мы слышим опять же правильно сыгранную музыку до когда оркестр играет все свое время когда в спорте да у нас начинают получаться какие-то движения автоматически и мы чувствуем что все на своих местах и благодаря дисциплине мы достигли вот этого полноценного гармоничного уровня к которому мы стремились давайте также попробуем сделать медитацию на тему и на и попробуем понять что то я это такая инструкция по дисциплине к нашей жизни то и обязывает и в и следить за собой каждую минуту да мы не можем съесть ничего пока мы не скажем благословение мы не можем встать и потереть глаза потому что тут же надо сделать на тела от едой мы не можем сказать что мы хотим потому что это может быть лошонаря в шаббат мы не можем дотронуться до какой-то вещи которые можно нарушить шаббат это выглядит как абсолютно такое рабское существование да я не могу сделать ничего что я хочу на самом деле написано в перке вот совершенно обратное написано эйн леха бен хоин эла миша усекба Тора не может быть свободного человека который не занимается Торой который не учит Тору потому что через все вот эти ограничения мы приходим к свободе и только человек который умеет наложить на себя правильные и нужные ограничения он поймет что такое по-настоящему быть свободным и счастливым человеком давайте на эту тему попробуем сделать небольшую медитацию она будет такой учебный да в которой мы скорее спросим у себя тот вопрос который мне необходим для того чтобы чаще чувствовать вот эту вот радость которая называется эйна еще раз повторяю исходящую из категории суда дин давайте снова закроем глаза немножко выдохнем почувствуем как много сегодня мы пережили эмоционально и физически за этот день вспомним основные события которые произошли сегодня какие-то вещи которые нас радовали которые нас расстраивали каждый день происходит так много всего что мы часто даже не успеваем это осмыслить а теперь давайте посмотрим на все это немножко со стороны на весь этот день и нажмем только одну кнопку внутреннюю кнопку кнопку принятия мы просто примем то что происходит сейчас то что произошло в прошлом и поймем что не обязательно что-то менять не обязательно что-то исправлять можно просто принять и понять что это есть ничего страшного я могу существовать так я справлюсь с этим но чтобы справиться сначала нужно понять в какой ситуации ты находишься теперь почувствуйте пожалуйста что все эти ситуации все эти челленджи все эти проверки они были посланы вам свыше посланы вашим небесным отцом который любит вас заботится о вас и переживает за вас каждую минуту почувствуйте его присутствие рядом собой прямо в этой комнате его направляющую руку которая ведет вас по жизни защищает вас охраняет вас болеет за вас из этого места в котором я надеюсь что вы чувствуете комфорт спокойствие наслаждение безопасность близость с ним задайте пожалуйста себе вопрос в какой сфере вам не хватает самой дисциплины какие ограничения которые вам так давно хотелось на себя взять вы на себя никак не можете взять какие ограничения дадут вам свободу на выходе какой сфере вам не хватает этих ограничений еда отношения здоровье какие-то ваши привычки которые мешают вам представьте себе какую-то одну сферу в которой вам необходимы дополнительные ограничения представьте себе что будет вашей жизни если вы возьмете на себя эти ограничения представьте себе картинку себя более счастливой более гармоничной в том случае если эти ограничения появятся ваши жизни на постоянной основе после того как вы представили эту более гармоничную себя более совершенную себя попросите создателя дать вам силы на то чтобы вы стоять в этих ограничениях на то чтобы взять себе их ровно столько сколько вам это необходимо на этом этапе вашего духовного роста с еще большим пониманием этого с большей и с большей ясностью сделать еще один вдох 5 благодарите его за этот инсайт 4 почувствуйте поверхность под ногами пол под ногами ты почувствуете как пооблокачиваясь на спинку стула 2 и откройте глаза мне будет очень интересно узнать какую сферу вы выбрали и что вам даст если в этой сфере вы наложите на себя дополнительные ограничения которые приведут вас к большей свободе и радости хорошего дня м м м м м Продолжение следует...